Возлюбленные братья и сестры в Христе! Наступил тот час, когда мы с вами ликуем все, ликуем тому, что родился воскрес Иисус Христос. Ну, бывает. Я сегодня вообще в начале службы очень разволновался. То лампада что-то не горит, то что-то еще так мне немножко начало заносить. А потом, когда хлопцы дали мне перерыв и начали петь, я сел и задумался, да что бы, какая там лампада! Христос воскресе! О чем мы думаем? Какие могут быть еще такие дела? Я успокоился, и сейчас я уже спокоен. И приходит то ликование, которое было, когда мы выходили на крестный ход. Потому что я человек, который старается, чтобы было все без ошибок. И для меня это всегда болезненно. Но сегодня пусть будут ошибки, пусть будет все что угодно. Сегодня Христос воскресе! Сегодня у нас такая причина всему, что просто это ни с чем не сравнимо. Нет никакой такой причины, которая могла бы омрачить сегодняшний день. Которая могла бы встать поперек вот того восклицания нашего Христос воскресе. Всякая нечистая сила сегодня забилась под лавки. Она там сидит и спряталась. Ибо где твоя ада победа? Где она? Ее нет. Он сегодня терпит огромнейшее поражение от Иисуса Христа, который спустился туда, разорвал этот ад. И поднялся туда, как Бог, и возвел с собой со всех праведников, души которых находились там. И у нас с вами появляется надежда на то, что мы сможем туда попасть. Уже то, что мы здесь находимся, мы сегодня уже почти как в Царстве Божьем. Пасхальное обослужение это уже тот элемент того Царствия Божьего. Мы можем чуть-чуть понять, что такое Царствие Божье. Мы прикасаемся к Нему. Вот та радость, которая нас приполняет всех. И те, кто посвился, и те, кто не посвился, и те, кто пришел сейчас, и те, кто придут уже к самому освящению Пасок. Они сами не понимают, почему их ночью в 4 часа или в 3 поднимает что-то, какая-то неведомая сила и ведет храм. Про нас то уже здесь с 10, с 11, с 12 я не говорю. А вот те люди, которые придут позже, они, нет, это даже не для того, чтобы там батюшка окропил этим самым священной водой, окропил их Пасхи. Нет, это как бы причина такая, ну, как бы сами себя оправдывают. Почему же я встал, потому что они могут найти оправдание. Почему я встал и пошел туда? Да вот надо осветить. Нет, это совсем другое. Это душа наша, она по своей натуре, как говорил Тертулиан, она христианка душа. Какие мы бы не были плохими, как бы нас бы, что бы не, там, самый последний человек, который мы проходим мимо и плюемся в его сторону, да? Или там, допустим, человек, который сотрил очень много зла, очень много зла. Мы знаем об этом, да, но все равно душа у него от этого, она не находит покоя. Он начинает там то пить, то еще, ну, мало ли какие-то прегрешения подает этот человек. Потому что душа, она, вот она, не дает ему покоя. И душа человека, который сегодня, людей, которые сегодня придут, она их поднимает. Она говорит, пойдите туда, прикоснитесь к этой радости, которая наполнила весь мир. Пойдите туда. И они уже тогда берут казиночки, идут, вроде бы, освещать. Но нет, это не потому. Это потому, что вот здесь говорил Иоанн Златоуст, потому что мы все с вами разделяем эту радость. Мы ликует весь мир, и мы все, и те, кто постился, и те, кто на обослужение, и те, кто не постился, и нет, на обослужение придут позже. И даже те, кто не придут и позже. Они все равно утром встанут и пойдут то, что супруга или супруг принес из храма, и пойдут кушать сначала то, потому что она освященная. Я еще раз вас всех поздравляю, еще не рад вас сегодня поздравлять. Сегодня еще буду защитывать вам послания от наших иерархов. И в конце еще скажу слово. И сейчас хочу еще раз вам восклиснуть то ликование, которого мы с вами ожидали. Кристос ист ауферстанден! Боистина! Кристос ист ауферстанден! Боистина! Кристос ист ауферстанден! Боистина! Кристос ист ауферстанден!